Успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Молодец, дружище, что ты поставил лайк. Меня зовут Воблер, это у нас продолжение битвы стикманов, третий ролик, где мы с тобой развиваем свою эпическую армию стикманов. Но у нас не только стикманы, у нас даже есть роли. Мы сражаемся уже на 61 уровне в этой игре. Что будет дальше, я не знаю, ты не знаешь, но я думаю, что мы скоро узнаем, потому что мы здесь проходим уровни. Дружище, пересаживайся поудобней и поехали. В прошлой серии мы с вами сюда дошли. Прикол в том, что я на ролик снимал без Wi-Fi. И начинали мы с 25 или 26. Потом я захожу, а у меня все данные здесь терлись, то есть все сохранки. Получается, что в эту игру играть без интернета нельзя, потому что ничего не сохранится. Это печально же, конечно, но мы зато с тобой побеждаем, дружище. У нас уже довольно крутая армия. У нас добавились в прошлой серии клеточки сзади. А также, дружище, у нас есть замок, где тоже есть армия, которую мы здесь можем соединять, прокачивать. Вот нажимаем и что-то объединилось. Это у нас бомберы четвертого уровня. Реально круто. Смотри, как мы тут прокачались. Также мы можем юнитов переставлять местами. Сегодня я хочу сделать такой челлендж, чисто воевать без орков, а именно с тикманами-солдатами. И посмотреть, что вообще с этого получится. Конечно же, сейчас мы с тобой победим. Мы с тобой находимся с левой стороны. Мы синие, точнее голубые. А справа это красные, это наши враги, которых мы с тобой сейчас и побеждаем. Для того, чтобы поставить только стикманов, давай мы перейдем в замок. Так, и выберем, что у нас. Вот, смотри, мечники есть высокого уровня. Давай мы их заменим вместо орка. И также у нас есть чуваки со щитами. Реально очень высокого уровня. Давай мы, наверное, побольше поставим бомберов. У нас же есть вот бомберы какие-то. Вот смотри, бомбер четвертого левела. Давай сюда в клеточку. Дело в том, что у нас армия очень сильно прокачена. Если ты смотрел прошлые ролики, ты знаешь, о чем я говорю. Не смотрел, ничего страшного. Сейчас посмотришь. У нас здесь есть боевые стикманы, а также есть ниндзи. Такие вот прикольные. Они телепортируются и появляются сзади врага. Вот они втроем стоят. И осталось нам с тобой заменить одного орка. С другой стороны, можно выбрать тоже много ниндз. И чисто поставить... Сколько у нас вообще есть ниндз? Давай посмотрим. Раз, два. А тут взрывные. А вот у нас еще есть ниндзи четвертого левела. А, мы можем даже скрестить... Ого, пятого левела, мечники! У них даже на плечах появились наплечники. Вот этих тоже можно. Офигеть! У них щиты какие-то стали такие вот крестиком. Стали крестиком, бантиком. Давай мы взрывных вот здесь вот поставим. Пусть они сзади будут. Ниндзи, конечно, тоже сзади. Лучники вот тут. И чуваки с пистолетами сюда. Ну все, лет's go, поехали. Давай вперед! У врага тоже много ниндз. Ниндзи нападает на нас сзади! Это реально жесткий махач. Я не посмотрел, сколько вообще у нас было силы. Сверху там пишется красным какая-то сила. Наша армия очень крутая. Мы всех побеждаем. У нас также, ребята, есть здесь рулетка. Мы крутим. Нам выпадают кристаллы, золото или новые юниты. И вот нам выпало золото. Нормально, 4 тысячи. Также у нас есть ежедневные бонусы. Вот мы можем тоже ниндзю забрать. Ниндзя всего лишь первого уровня. Но ничего страшного. В магазине мы с тобой можем тоже много чего забрать. Тут сундук серебряный. Мы с тобой даже можем купить сундуков 15 штук. Я думаю, даже 20. Сейчас мы поиграем немножко. И потом мы откроем сундуки. Армия будет еще сильнее. Ого, сколько у них мечников и лучников. Что у вас за армия такая бешеная? Так, я включаю какие-то мечи. Что это мечи? Наши мечники стоят еще круче. Я включаю щиты. Мы сразу защищаемся. И мы включаем стрелы. Можно не включать. Мы и так побеждаем на изи. С одной стороны, конечно, хочется показать, какие там сундуки, какие персонажи выпадут. А с другой стороны, у нас армия настолько сильная, что вообще враг не может ничего нам сделать. То есть, мне кажется, мы еще можем несколько роликов вообще воевать и ничего не бояться. Х8 надо заработать. У врага орк. Ну что, орк, держись в атаку. Посмотрим с вами, что там будет на 70-м левеле. Может быть, у них будет какой-то босс. Нам придется его убить. Армия наша просто непобедима. 67-й левел. У них уже появились маги. А спереди стоят чуваки со щитами. У нас сила 31 и у них 31. То есть, типа, равные силы получается. Ну, давай посмотрим. Реально вы крутые. Мне надо хотя бы один раз проиграть, чтобы как-то взбодриться. Потому что чувствую себя читером здесь. 68-й. У них снова орк. У них очень много лучников. Но я не боюсь, потому что наши ниндзи там телепортировали сзади. И тихонечко вырубают лучников. Пока спереди мечники и чуваки со щитами танкуют. 69-й левел. У них сзади лучники. А также тоже ниндзи есть. Вперед. Но у них все равно войска какие-то маленькие. Нам в прошлой серии дали дополнительные три клетки. Я думаю, что зря они нам дали. Потому что мы и так очень крутые. Давайте мы с вами сейчас откроем сундуки. Но армию мы сюда не будем новую ставить. Ничего прокачивать не будем. Потому что армия и так у нас прям, ну, суперсильная. Мы и так все побеждаем. Давай мы тут будем с тобой закупать сундучки. 5 тысяч. Серебряный один стоит. У нас с тобой есть 210 тысяч. А также есть 2 тысячи кристаллов. Я тут насобирал. Давай. Мага получили. Давай еще. Получили орка. Мага второго левела. То есть все у нас будут второго уровня. Так как это у нас серебряный сундук. Бомбер. Это мечник. Орк. Пушки. Снова пушки. Лучник. Орк. То есть получается, что здесь не так уж и много новых юнитов. А есть именно уровень юнита. То есть вот снова пошли. Дальше будет у нас рубить уже прокачка нашей армии. А вот копейщик. Смотри. Я также видел в прошлой серии. Ты тоже, дружище, видел. У них были какие-то огромные 2 чувака с топором. То ли викинги, то ли еще кто-то. Но они были. Ну все, смотри. Мы тут магами все пооткрывали. Капец. У меня деньги закончились. Я бомж. И вот и наш замок. Сколько тут у нас. Можно это все, конечно, объединить. А можно сделать, чтобы была огромная армия. Но чисто копейщиков. Вот смотри. Один копейщик. Второй, третий. То есть можно не объединять. Можно поставить толпой копейщиков, чтобы они нападали. Сейчас мы с тобой будем экспериментировать. Но давай для начала попробуем пройти этот уровень 70. Вот мы видим армия тоже немаленькая. У них орк хорошо прокачанный. Вперед, пацанчики. Завалим всех. Так, мы снова открыли еще клеточки. Сейчас, ребята, ставлю огромную армию копейщиков. Мне кажется, это будет довольно интересно. Вот, ребята, смотрите. Вся армия копейщиков и мечников. Есть копейщики, конечно, более прокачанные. 71 уровень. Давай посмотрим, на что они способны. У нас сила 33, а у них 24. Почему у них даже слабее, чем у нас? Мы чисто численность уберем. Вперед! Никаких лучников, никаких магов. Битва на мечах. Битва мечников и копейщиков. Нас завалили. Ха-ха, доигрался я. Я не буду с вами играться. Я тут все быстро соединяю. Смотрите. Вот еще так. Где у нас копейщики? Тут этого уровня второго. Третьего. Вот у нас пятые будут. Вот они крутые. У них даже шлема стали какие-то металлические. Вообще круть. Так, это мечники третьего. Мечники четвертого. Давайте мы здесь тоже все посоединяем. Маги четвертого левела. Лусники шестого уровня. Орк пятого. Офигеть. Орка мы видим. Даже булава стала какая-то черная. Офигеть. Шестого левела. Чуваки со щитами. Бомберы. Мы все объединяем. Они реально крутые. Давай мы, наверное, этих всех четвертых и поставим. Потому что мы проигрывали. Ну как, один раз проиграл. Вообще всех слабаков поставил. Хотел посмотреть, что у нас с этого получится. Вот что получилось. Слив. Я не люблю проигрывать. Только победа. Даже бомбер пятого. Блин. Это вообще круть. Вот лучник шестого. Сюда лучника. Так. А можно вот мечников объединить. Мечники тоже шестого левела. Чуваки со щитами спереди. Так. Вы, ребята, слабаки. Хочу посмотреть, как вот эти будут работать. Они очень крутые. И вот какая у нас армия. Спереди пойдут копейщики, мечники и чуваки со щитами. В центре орки, сзади ниндзи, маки, лучники. Ну все. Let's go. У нас сила 35. У чувака 24. Не понимаю, что это означает. Вот наши как раз сзади побежали ниндзи. Они просто не догоняют врага. Вырубили за секунду. Я тут все попроходил. Сейчас быстро понажимаю. Так. По миссиям. Смотрите. Мы открываем еще кристаллы. Можно за кристаллами здесь тоже покупать какие-то крутые ящики. У нас 2000 кристаллов. Я даже не знаю, куда их и тратить. У меня всего здесь много. В принципе, можно реально здесь купить в магазине какой-то более крутой ящик. Вот, смотрите. Золотой. Давайте мы возьмем один. Ай, почему он такой слабый? Еще 400 кристаллов. Какой-то бородатый дед. Я не знаю, кто он. Ребята, новый юнит. Вот он с топориком большой. Мы уже его видели, викинг. Он первого левела. Он, походу, вообще какой-то редкий. Ну давай, викинг. Ты реально редкий. У врага нету викинга вообще? Один раз мы видели двух огромных великанов. Возможно, есть еще викинги какие-то большие. Давайте. Да, вырубили всех. Армию воблера не победить. Даже ваши орки не помогут вам. Внизу у нас, с правой стороны, есть три способности. Три буста, которые помогают нашей армии. Но они нам не нужны. Потому что мы всех побеждаем. Пошла битва. С одной стороны, конечно, круто побеждать, ребята. А с другой стороны... Как-то вообще не ощущаю никакого сопротивления. 75 уровень. Интересно, что там будет на 80-м? Ух ты, сзади у нас какие-то копья появились. Ух ты! Вперед, копья! Это для копейщиков. То есть у каждого персонажа есть какие-то свои способности. Но чтобы их открыть, нужно, чтобы уровень этого персонажа был, наверное, свыше пятого. 76-й в атаку. У них тоже орк прокачанный. Тоже шестого уровня. Потому что у него бита черная и с такими красными шипами. Да, враги, ребята, крепкие. Но мы все равно крепче. Победа за нами. Врага я вижу, что появились даже мечники пятого уровня. Такие же, как и у нас вроде бы. Да, смотри. И лучники тоже крутые. Я думаю, что еще уровней 20-30 и наши армии станут равны по силе. А пока что мы, конечно, жестко здесь доминируем и побеждаем врага. Одни лучники остались. Ого, армия у них растет. Вперед, ребята, в атаку. Так много уже врагов и наших войск, что даже они, ребята, не влазят здесь в экран. Я вижу, они где-то по бокам сзади стоят и воюют. Зачем нам клеточки эти новые давали, я не знаю. 79-й уровень. Вперед, мы уничтожим врага. Вражеских лучников и вражеского орка. Орк, беги. Тебе не спастись. Мы тебя найдем и уничтожим. Орк несчастный. Теперь у них уже три орка. И спереди у них самые топовые. Ничего себе, ребята. Орки, они бьют по площади. Надеюсь, что наш там викинг сможет одолеть этого орка. Вперед, ребята, 80-й уровень. Не слабый. Мы видим, что там ниндзя сзади шалит. И он как раз вырубил вражеских лучников. 81-й уровень. У них вся армия лучников и ниндзь. Вообще, какая-то непонятная тактика. Вражеские ниндзи переместились и сзади мочат наших магов. Но я думаю, что это не спасет врага. Вперед, пацаны. А как? Викинг, он сам активировался, стал горящим и побежал. Что у него там за способность крутая? Враг решил добавить спереди чуваков со щитами. Навряд ли это его спасет. Вот это, ребята, супер битва. Все так быстро произошло. Я ничего не понял. Вперед, завалим врага. Да, по силе, конечно, их опережаю. У меня уже 38. У них 33 всего лишь. Валим их, валим. Они вообще никак не используют магов. Почему они такие слабые? У них 24 мечника высокого уровня. Также, ребята, лучники. Ничего себе. У меня сила 38. У них была 36. Вот мои ниндзи сзади вынырнули. Там потихонечку вырубают, конечно, лучников. Я думаю, что я бы даже смог завалить врага, у которого сила была бы 50. У них много ниндз. Ха-ха, куда они будут респаться? Наш орк сразу развернулся и пошел сзади валить врага. Да, просто несколько секунд длится битва. Враг против нас не сможет устоять. А мы с тобой, дружище, продолжим уже в следующем ролике. Я с тобой был Воблер. Оставайся на канале, смотри другие видео. Не забывай подписываться, жать колокольчик, уведомления. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok